Сегодня 8 августа, Всемирный день кошек. И у нас в гостях те, кто не просто любит этих животных, а помогает им. Среди их питомцев беззащитные и брошенные. Те, кто не нашел или потерял свой дом. У нас в студии председатель общества защиты животных, преданность Галина Стебловская и участница благотворительного фонда помощь бездомным животным Анна Морозова. Анна, Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, ну я вижу, что вы сегодня пришли не одна, а с гостем. Представьте, пожалуйста, кто это у вас в корзинке. Это наш подопечный Белогор. Его принесли Галине 3 месяца назад, абсолютно маленького и мокрого. В то время как раз начинался дождь. Ну, дальше расскажет Галина. Вот вы знаете, я даже слышу, как кот сейчас урчит. Видимо, хорошо его можно так назвать Белогор. Вот, вот так. Галина, расскажите историю вот этого чудесного кота. История чудесного кота начиналась с того, что мне встретилась одна моя знакомая по двору, по дому, и сказала, ты знаешь, я тебе звонила, что-то не смогла дозвониться, к нам, к подъезду бросили двух очень красивых котят. Я говорю, ну где они? Ну, наверное, что-то с ними или кто-то забрал, или, скажем, потерялись. Прошло какое-то время, и начались дожди, ливни, и ко мне в дверь постучались ребята, дети из нашего дома. Они в руках держали крошечного котенка, мокрого, замерзшего, голодного. И сказали, вы могли бы помочь этому котеночку. Я говорю, ну, конечно, мы поможем. И вот таким образом оказался этот котик у нас. Совершенно симпатичный, чудесный котик. Мы чуть забежим вперед, скажем о том, что этот котик ищет хозяев, поэтому желающие как раз те, кто смотрит сейчас наш эфир, мы вас чуть-чуть ближе с ним познакомим попозже. Вот вы знаете, у меня возникает впечатление, что в интернете различные картинки, как их сейчас принято называть, мемасики с котами, они просто бьют все рекорды по лайкам, по просмотрам. Возникает даже вот ощущение, что люди котов любят, ну, едва ли не больше, чем себя. Как вы думаете, с чем такой феномен кошек и котов связан? Ну, посмотрите на него, он же белый и пушистый. Что еще в жизни нужно? Он белый и пушистый. Пушистый, да. Это просто изобилие радости и коты, которые приносят столько улыбок. Вот на него просто смотришь и улыбаешься, но сейчас так не хватает просто улыбок и хорошего настроения. По сути, я думаю, это и причина того, что животные такие популярны сейчас в соцсетях. Как не любить. Но вы знаете, в принципе, и бытует же мнение, что вот кошка, она гуляет сама по себе. Такое независимое, самостоятельное животное. И, в принципе, даже если оно живет в квартире, ну, такое впечатление, что вот она хозяйка. Или он, да. Вот насколько вообще такие самостоятельные животные нуждаются в вашей помощи и как часто они в ней нуждаются? Вы знаете, к сожалению, нуждаются в помощи любые животные. У нас есть разные подопечные. Кошки просто бьют рекорд, наверное, по количеству животных, которые нуждаются в этой помощи. Потому что люди, имея кошку дома, не всегда контролируют рождаемость. И поэтому нежелательные последствия потомства оказываются очень часто на улице. То есть те котята, которых они не могут раздать, они оказываются либо на рынке, и там неизвестно, в какие руки они попадают. Или же просто этих кошек выбрасывают на улицу, как вот история с нашим Белогором. То есть котят просто принесли от домашней кошки, они абсолютно здоровые, абсолютно чистенькие, скажем так, внешне. Совершенно здоровые кошки оказались на улице. То есть этих кошек огромное количество в городе, во всех населенных пунктах. Они пытаются выживать среди нас, среди людей. И они пытаются найти среди нас какую-то защиту, опору. Потому что это домашнее животное, это домашнее животное, оно идет к людям. И, к сожалению, да. Галина, давайте вот так определимся. Вы мне скажите, ну даже из личного опыта, я недавно был в Крыму, там просто кошек огромное количество. Там уже легенды ходят о крымских кошках, что их там очень много. Вообще кошка на улице, это ненормально? Или это вполне себе естественный процесс? Она спокойно может выживать на улице? Это естественный процесс. Потому что во всем мире проблема с безнадзорными кошками, бездомными кошками не решена. В отличие, допустим, от проблемы с безнадзорными собаками. Кошки, они менее конфликтные. Ситуация вообще, скажем так, кошка на улице и человек рядом. То есть эта ситуация, в принципе, не очень конфликтная. Они живут сами по себе, им немного нужно. Они хищники, они могут добывать себе пищу как-то. И они ночные, в основном, охотники. Днем они где-то спят, прячутся, выходят под вечер. Ну, короче, кошки, они более скрытные и менее заметные. И их много на улице. И то, что, скажем, почему на этих кошек много, рождаемость высокая, от того, что и смертность высокая. Но, скажем, в мире эти кошки, как решается проблема во всем мире с безнадзорными кошками, только методом стерилизации, контроля рождаемости. Отлавливают кошек, стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно на место. Выпускают обратно в город, фактически, да? Да, отпускают в город. Просто есть службы, которые, допустим, контролируют этих кошек, лечат, кормят. Потом доброжелательное отношение населения к этим животным играет огромную роль. Потому что во многих странах кошкам, вообще безнадзорным кошкам, вообще безнадзорным животным относятся очень уважительно. Им помогают выживать среди нас, потому что они являются частью экосистемы городов. Вот вы сказали, помогают выживать. Вообще, скажите, много ли у вас единомышленников, которые готовы помогать выживать этим чудесным животным материально, физически или каким-то своим иным участием? Я хочу сказать, что, в принципе, людей, которые помогают кошкам, очень много. Очень много. У нас много опекунов, которые помогают выживать этим кошкам на улице. Мы помогаем опекунам решать проблему, допустим, контроля рождаемости. Мы помогаем со стерилизациями этих животных. Помогаем с кормежкой. Мы являемся, наш благотворительный фонд является участником как раз благотворительного проекта «65 добрых дел». Да, на котором был сюжет буквально несколько минут назад. Да, мы сотрудничаем с правительством Белгородской области, с департаментом экономического развития. И наш проект, он касается как раз-таки кормления животных, безнадзорных, наших подопечных, фондовских и общества защиты животных. Но мы привлекли огромное количество опекунов, которые стали тоже волонтерами фонда и помогаем им с продуктами питания. Поэтому у нас сейчас на содержании получается больше 800 кошек, которым мы помогаем. Как раз о волонтерах, которые помогают бездомным животным. Наш корреспондент Екатерина Ковалева побывала в гостях у одного из волонтеров. Давайте вместе посмотрим сюжет и вернемся в студию. 15 соток для 13 пушистых и хвостатых. Возможно, именно так выглядит кошачий рай. Но попали питомцы сюда не от сладкой жизни. Это звезда балета. Лютик вообще, игручий такой. Игривый Лютик, кажется, забыл о предыдущем хозяине. Сегодня его единственный любимый человек – Галина Ковалева. Как и другие питомцы, он живет у нее дома. От рада. И когда без настроения прихожу, поднимается настроение. И хочется жить, и хочется для них делать добро. В общем, взяли у соседки. Женщина, короче, увлекается спиртными напитками. Весь больной был. Ушной клещ. Диарея была. Худой, изможденный. Лечили его. Галина вместе с подругой Ольгой, волонтером сообщества «Оберег», помогают бездомным животным уже 4 года. Медсестра и ветврач по образованию. Они собственными усилиями лечат питомцев. Даже удалось спасти кота от чумки. Но и после таких тяжелых заболеваний многие находят свою семью. Пристроила больше сотни взрослых животных. Но в основном это были котята. Естественно, всех я их потом, после, стерилизовала, кастрировала. То есть люди обращаются в дальнейшем. И мы через «Оберег» льготно это все делаем. Очень-очень много появилось друзей. Очень много людей. Я прослеживаю своих животных. Вижу, как они растут. Вижу, как они развиваются. То есть очень, конечно, приятно, когда все у них хорошо. Удивительно, что большинство котов породистые. Вот эта пятнистая красавица была самой напуганной, когда ее нашли новые временные хозяева. Ее, двух братьев и маму. Неадаптированные к улице шотландцы буквально выживали. Сегодня они себя чувствуют гораздо спокойнее. Семью Веслоухих нашли несколько дней назад около частного сектора вблизи реки Везелки. Ольга сразу делает фото новых постояльцев. Одного из них подкинули перед приездом нашей съемочной группы. Их фото можно увидеть на странице сообщества «Оберег» ВКонтакте. В социальных сетях есть несколько подобных групп. Все их подопечные нуждаются в семье, тепле и заботе. И, возможно, именно вы сможете им это подарить. Екатерина Ковалева, Дмитрий Коваленко. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Ну вот, пока шел сюжет, мы решили чуть поближе пообщаться с нашим гостем. Кот. Я бы даже его еще назвал пока котенок. Он еще совсем молодой котик Белогор. Он так хорошо у нас урчит и даже играет со мной. Галина, скажите, а вот много ли у вас таких кошкиных домов, подобных, как вот мы показали в сюжете? К сожалению, да. К сожалению, да. Поэтому, поскольку животных много, приютов не существует. И как бы этот приют не очень подходит кошкам. Слово люди берут к себе и помогают им выживать. А что нужно делать людям, вот тем, которые хотят помочь этим кошкам? Возможно, как-то поучаствовать в их судьбе, куда им обращаться? И может быть, даже взять к себе вот нашего чудесного, уручащего участника эфира? Я думаю, что вот сказали о том, что существует много групп, много сообществ. Мы, общество защиты животных, региональная общественная организация, фонд благотворительный. У нас много подопечных, и можно зайти в соцсети, ВКонтакте, например, и выбрать себе подопечного. Ну, скажите, а вот такая жизненная ситуация. Что делать? Взяли кошку, а у одного из членов семьи, может быть, не знали, а может быть, в процессе. Развилась аллергия. Вот выкидывать питомца на улицу, ну, совсем бесчеловечно. Что в этой ситуации? Ну, опять-таки, через... Ты пошел гулять, да? Да, через те сообщества, которые помогают животным, можно попросить поискать временный приют для этого животного, чтобы найти для него потом постоянный дом. Потому что других способов куда-то деть животное просто не существует. И ни в коем случае, конечно же, не выкидывать его на улицу. Ну, конечно, да. Поэтому давайте мы сейчас напомним, что нужно делать тем телезрителям, которых очаровал вот этот чудесный молодой котик Белогор, у которого уже есть такое очень хорошее имя. Вы, кстати, сказали, что он не обычный кот, это Метис? Да, мы думаем, что это Метис и, наверное, Мейн-Куна. Наверное, Мейн-Куна. Да, то есть он будет в перспективе большой, да? Это, кстати, существенно, так скажем, определяет судьбу, будет кот большим, не будет, для того, чтобы хозяева ориентировались. Поэтому что нужно сделать, если вдруг наши телезрители захотели вот именно Белогора взять себе после нашего эфира, куда им позвонить, кому обратиться? Они могут обратиться к нам, в общество защиты животных. У нас есть группа в соцсетях, преданность. Пожалуйста, пусть туда модератору пишет сообщение и связывается. Но, в принципе, приют и стерилизация – это же последствия уже. Конечно. Это постфактум. А как устранить причину того, как попадают кошки в такую ситуацию? Что делать изначально? Вообще, конечно, необходимо ряд мер принимать для того, чтобы избежать, скажем так, для профилактики безнадзорности животных. Это ответственное обращение. Это, естественно, контроль за рождаемостью. Я думаю, это два основных фактора, которые и должны работать. Потому что нет законодательства, никто не может принудить никого насильно стерилизовать своих животных. Мы просто обращаемся. Если вы хотите, чтобы ваша кошка долго жила, была здоровой, и чтобы не было у нее потомства, конечно, нужно стерилизовать животное. Ну и, так скажем, наверное, воспитывать нужно детей с самого начала, бережному отношению к животным. И давать им понять, что нельзя попросить у родителей игрушку, поиграться неделю, и после этого сказать, все, мне надоело, никто не хочет заниматься животным. Конечно. Дело в том, что это все-таки ответственность взрослых. Если они берут в семью котенка, даже если для ребенка, они должны понимать, что заниматься животными будут именно они. Дети могут только перенимать пример родителей доброго отношения к этому животному. И, естественно, следовать их примеру. Вообще мы проводим и уроки доброты в школах, и в детские сады приходим, и объясняем, рассказываем. Но дети будут все равно следовать примеру родителей. Ну вот вы очень хорошо, что этим занимаетесь. Поэтому из, так скажем, ответственного своего отношения, к сожалению, я не смогу стать хозяином вот этого чудесного белого кота, потому что у меня аллергия на шерсть животных, и на котов, и на собак. Поэтому, к сожалению, вот только погладить и поурчать с ним в эфире. И я очень надеюсь, что наши телезрители, увидев это прекрасное чудо, в ближайшее же время позвонят и найдутся хозяева у тебя. Красивый, хороший ты наш эфирный гость. Мы поздравляем тебя с Днем Кошек. Это очень хороший праздник. И спасибо, что ты сегодня пришел ко мне в студию. Анна Галина, спасибо и вам большое. Мы продолжаем такой день. Спасибо.